Вы смотрите передачу Отличная английская кухня, где в поисках богатых и разнообразных британских кулинарных традиций я пробую экзотические томаты в Уимпл Холл, позволяю лишнего в пудинг-клубе и наслаждаюсь таинственным вкусом бараньих мозгов. Сегодня в моем меню три классических блюда. Томатный суп-пюре на первое, жареная телячья печень с беконом, брюквы и капусты на второе и мой любимый пудинг с патокой на десерт. Отличная английская кухня с Томом Норрингтоном Дэвисом. Я не обещаю приза тому, кто угадает основной ингредиент моего томатного супа. Давным-давно, когда я был ребенком, томаты были просто томатами. Они считались вкусными и сочными везде, кроме этой страны, но теперь все иначе. Эта усадьба Уимпл Холл – исторический памятник в Кембридж-Шире. Здесь была опровергнутая теория о том, что в Британии невозможно вырастить приличные помидоры. Мало кто знает, но в мире существует ни много ни мало 7 тысяч различных сортов томатов. А в Уимпл Холле стараниями главного садовника Филиппа Уайтса выращивают 80 из них. Я испробовал 200 сортов – желтые, даже зеленые. Они не меняют цвет, их едят зелеными. А этот я узнаю – это Сан-Марзан. Немногие знают, что некоторые сорта вкуснее после обработки, а не сырыми. Смотрите, какой массивный. Дружба? Да, дружба. Это русский сорт. У него крупные плоды темных оттенков, пользуются большой популярностью на наших дегустациях. Кстати, мы проводим фестиваль томатов каждый год. Не такой, как в Валенсии, вы не бросаетесь ими друг в друга. Есть такая возможность. Если захочешь, мы просто забросаем тебя томатами перед баллом. Уимпл Холл может похвастать не только садом, где много солнца, но и теплицами, в которых растут еще более экзотические сорта. Есть здесь и Кэллогс Брэкфэст. Он не имеет никакого отношения к завтраку, а скорее напоминает тыкву. Есть и мясистый черный русский, и тигерелла, который больше похож на яблоко, чем томаты. Теперь я гораздо привередливее выбираю томаты, чем раньше. Если я нахожу в салате испортившийся помидор, я очень расстраиваюсь. Теперь я знаю, что есть вкусные томаты, и мы можем есть вкусные томаты. Согласен. Мы ищем мягкие плоды, которые пойдут для супа. Попробуй вот это. Пахнет вкусно. Действительно. Посмотри вот сюда. Этот сорт называется Мини Чарм. Красивый. Содержание сахара в нем 10%. Он очень-очень сладкий. Попробуй. Удивительный вкус. Надо же. Сладкий. Слаще, чем клубника. В салате с каким-нибудь сыром наподобие феты. Только представь сочетание сладкого помидора и соленого сыра феты. И прекрасный вариант для детей, которые считают, что не любят томаты. Нашим сотрудникам они тоже нравятся, поэтому на ветке осталось всего несколько штук. А вот, посмотри, видишь? Ничего не осталось. Это кондитерская садовника. Кондитерская садовника. Отличное название для какого-нибудь сорта. Ничего лишнего, никакого базилика. В этом супе не будет зелени. Только томаты. Поэтому мне нужны хорошие спелые плоды. И не верьте всякому вздору, который пишут в магазинах. Кистевые томаты. Все томаты кистевые, они растут кистью. Обязательно понюхайте. Они должны пахнуть помидорами. И потрогайте их. Они должны быть мягкими, тогда они спелые. Разрежьте томаты пополам, удалите водянистые семена. Нам нужна мякоть. Потом замочите томаты в щедрой порции соли. Растопите немного сливочного и растительного масла на медленном огне. Томат почему-то превратился в овощ исключительно для средиземноморских блюд. Мы видим его в пицце и пасте. Мы кладем его на брускетту. Мы обильно посыпаем его базиликом. Мы едим его с моцареллой. И в любом случае получается очень вкусно. Но мы забыли более традиционные британские блюда из томатов. А этот томатный суп-пюре – один из них. Добавьте нашинкованный лук-порей, морковь и репчатый лук по вкусу. Щедро посолите. Теперь овощи покрыты маслом и солью. Дайте им немного размякнуть и пустить сок. Минут через 15 помешайте и залейте водой. По-моему, если готовить овощи в собственном соку, то не нужны никакие вкусовые добавки. Оставьте суп на медленном огне на 45 минут. После этого измельчите блендером. В полученную массу добавьте немного молока. Суп получился густой, кремообразный. Таким баловала мама, когда мы болели и не ходили в жидко. На второй у нас печень. Но прежде чем некоторые из вас станут воротить нос и говорить «Я не ем печень», она склизкая и мерзкая, подумайте, может, пора забыть о чрезмерной брезгливости и немного расширить собственные горизонты. Это кухня Анисси Хэллу, знатока субпродуктов и автора книги «Съедобное и несъедобное», которая позволяет по-разному взглянуть на приготовление любых потрохов от печени до легких. Она обещала приготовить мне незабываемое блюдо из необычных ингредиентов, среди которых бараньи глаза, языки и яички. Мне повезло. Знаете, профессиональным поварам никто никогда не готовит обед. У всех одна отговорка. Тебе не понравится? А сегодня мой день. По законам арабского гостеприимства, я должна достать глазное яблоко. Вот так. Это самый лакомый кусочек. Но сначала надо удалить черную часть. Этот момент наверняка приводил меня в ужас, когда я ребенком смотрел фильмы про Индиану Джонса. Почти как обычное мясо или кальмар. Вы обязательно должны попробовать. Я готов. Хорошо, держите. Что скажете? Правда вкусно? Пальчики оближешь. Да, это во рту. Именно. Если потроха такие вкусные, почему мы ими пренебрегаем? Согласно одной из теорий, субпродукты были основой рациона во время Второй мировой войны, когда мясо было дефицитом. И с тех пор потроха ассоциируются с бедностью. Но в Британии существует целая традиция их приготовления. Это бараний язык, а это почки с печеным картофелем. А это турецкий деликатес – пироги-борок с начинкой и сладкого мяса. Мало кто знает, из какой части тушки берется это мясо. На самом же деле это злобная железа. Великолепно. Давно не ел ничего такого изысканного. Спасибо, Том. Пока мне понравилось все, чем потчевала меня Анисса. Но меня немного беспокоит следующее блюдо. Это яички. Сначала обваляем их в муке. Мне стыдно, но я внутренне содрогаю. Совсем немного, чтобы никто не заметил. Не переживайте, поскольку это очень нежное мясо, его не стоит готовить слишком долго, иначе можно пережарить. А еще я приготовлю вам несколько кусочков мозгов. Никогда не ел мозгов. А если животное больное, то мозг есть опаснее всего. Поэтому самое главное – приобретать субпродукты у очень хорошего мясника. И только после того, как вы удостоверитесь, что животное было выращено в соответствующих условиях. Немного лимонного сока. Прошу прощения, у всего мелкого рогатого скота, особенно с обцом. Потрясающе. Правда? Мясо такое нежное. Таким на вкус должен быть шница. Потрясающе. Прошу прощения, но это очень вкусно. Это мое любимое блюдо. Правда? Да, я люблю маски. Невероятно. Это похоже на мидии. Это в некотором смысле сексуально. Они буквально тают на языке. И у них очень нежный вкус. Итак, если в следующий раз вы задумаетесь, что же съесть на первом свидании, что может быть сексуальнее, чем порция натуральных бараньих мозгов на двоих? Итак, наше основное блюдо – печень с беконом. Я слегка изменю рецепт и приготовлю их не вместе, а по отдельности. Начнем с бекона, потому что он готовится дольше, чем печень. Я выбрал вяленый бекон с прослойками жира, который иногда называют панчетто. Срежьте корочку, мы используем ее вместо масла, а затем належьте мясо кубиками. Обязательно используйте вяленый бекон. Бекон, приготовленный в рассоле, не подойдет, потому что в нем недостаточно жира. Кроме того, он даст белеусый сок, по виду похожий на молоко. Эта жидкость появляется в результате вымачивания в рассоле или, что еще хуже, инъекции рассола, которые часто используют в массовом производстве. Это отвратительная субстанция, и от нее лучше держаться подальше. Добавьте нарезанный кубиками лук, разрежьте на четвертинки и очистите пару брюков. Вводим щедрую порцию красного вина, примерно половину стакана. Спирт должен выпираться. Чтобы это определить, наклонитесь и вдохните. Алкогольные пары довольно сильно бьют в нос. Если вы слегка закашлялись, это по их вине. Но они испарятся, именно этого мы и ждем. Пусть пока готовится на среднем огне. Оставайтесь с нами и увидите, как я готовлю печень и как отправляю в рот ни много ни мало 7 различных пудингов в пудинг-клубе. Отличная английская кухня с Томом Норрингтоном Дэвисом. Для сегодняшнего ужина по-британски я уже приготовил густой томатный суп. Скоро я займусь бисквитным пудингом с патокой. А сейчас бекон и брюкова уже на плите и скоро будут готовы для главного блюда на сегодня – печени. Выложите куски печени слоями, приправьте оливковым маслом, солью и листьями шалфея. Теперь можно готовить, но я пока отставлю это в сторону и вернусь к овощам, потому что мне надо добавить еще один ингредиент. Еще один незаслуженно забытый овощ – кормовая капуста. Кормовая капуста – одна из самых древних сельскохозяйственных культур на Британских островах. Прародитель – белокочанные капусты. Отделите нежные листья от стеблей и крупно порежьте. Брюква стала мягкой и нежной, она должна была впитать аромат и вкус бекона, этого же мы добиваемся и от капусты. А затем добавьте тушеные помидоры, томатная паста тоже подойдет. Кстати, это блюдо можно приготовить на Рождество, можно подать его с индейкой, если вы захотите изменить традиционное меню, или среди гостей окажутся вегетарианцы. Получится очень вкусно, я сам так часто делаю. Теперь удалите корочку, вы же не хотите, чтобы она оказалась на тарелке у одного из ваших гостей. Сейчас я обжарю телячью печень на сухой сковороде. Ее надо сильно разогреть, пока не пойдет дым в буквальном смысле. Терпение решает все. Наконец-то. Должен появиться вот такой звук. Вот и все. Уже чувствуется запах румяной корочки. Именно такой румяной корочки я и добивался. Обжаривайте по две минуты с каждой стороны. Еще один маленький секрет. Возьмите немного сливочного масла и того же вина, что мы добавили к овощам. Немного воды. Если вино быстро испаряется. Подождите, пока образуется однородная кипящая масса. Убедитесь, что спирт выпарился, и залейте этим мясом. К моменту подачи жидкость впитается, придав печени мягкий и неповторимый вкус. На десерт я готовлю проверенную временем классику – бисквитный пудинг с патокой. Вы скажете, что приготовление пудинга – это вымирающее искусство, но здесь, в тишине, Глостершира группа неисправимых энтузиастов не дает этому искусству исчезнуть. Они называют себя Пудинг-клуб. Сегодня они проводят очередную дегустацию, и я убедил организатора Питера Гендерсона прервать ненадолго приготовление и рассказать мне о судье. Надеюсь, пудинги будут вкусными, но нужна еще и веселая, увлекательная атмосфера. Сегодня у нас серьезная дегустационная программа, и я надеюсь, вы сыграете в ней с вами роль. Конечно, я целый день морил себя голодом. Это один из возможных способов. Одни морят себя голодом, другие перекусывают домашними булочками и с кремом. Тем временем шеф-повар Марк Роландсон готовит на кухне пудинг с джемом. Можно даже разглядеть жир и мед. И это пугает. Жир, много жира. Не приходите сюда, если сидите на диете. Мы готовимся к дегустации. Атмосфера напоминает настроение в фойе театра. Очень подходящее сравнение. Вон там, на высоте человеческого роста, висит доска с полным перечнем пудингов. Она напоминает программу выступлений. Я заинтригован, как же все пройдет. Дамы и господа, добро пожаловать на очередное заседание Пудинг-клуба. Сегодня каждый из вас сыграет огромную роль в сохранении такого наследия, как замечательный британский пудинг. И позже, когда вы будете переходить от одного из семи пудингов к другому, помните, что делаете доброе дело. Пудинг-клуба 19 порций. Давайте поприветствуем каждый из семи традиционных пудингов. Карамельный пудинг. Шоколадный пудинг. Ролли-полли с джемом. Я, пожалуй, возьму пудинг-хлеб с маслом. Мне кажется, начинать лучше с самого легкого. Хлеб с маслом, пожалуйста. Как будто мне снова 10. Ролли-полли. Спасибо. Немного крема, буквально каплю. А этот самый полезный вариант – смесь кленового сиропа, грецкого ореха и банана. Я съел половину, осталось только же. Я так объелся. У меня начинается паник. Я паник. Напоследок я оставил самый вкусный пудинг-бисквит с патокой был седьмым. Я закончил. Вы должны решить, какой пудинг вам понравился больше всего. Ролли-полли. Ролли-полли. Неплохо. Раз, два, три. Хорошо. Кому понравился хлеб с маслом? Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И победителем сегодня становится пудинг, набравший 31 голос. Наш абсолютный лидер – пудинг-хлеб с маслом. Он заслуживает громких аплодисментов. Как бы ни был хорош пудинг-хлеб с маслом, моим любимым остается пудинг-бисквит с патокой. Его я и приготовлю на десерт. Многие считают, что на пудинг уходит много времени. Это не так. Давайте развеем этот миф прямо сейчас. Сначала я приготовлю бисквит за 10 секунд. Нам потребуется 100 граммов муки, столько же сахара, пара яиц, 50 граммов масла и где-то 80 миллилитров молока. Я не кладу никаких вкусовых добавок. Тесто должно получиться простым и пресным. Три столовые ложки патоки. Обожаю. Ничего общего со здоровой диетой. Выжмите сок одного лимона, чтобы разбавить сироп, а затем аккуратно залейте взбитой массой. Не забудьте, это не торт. Это пудинг, приготовленный на пару. Поэтому его надо накрыть крышкой. Печально сознавать, что я режу фольгу так же плохо, как и оберточную бумагу. Вы бы видели мои рождественские подарки, никуда не годятся. Натрите фольгу маслом и положите сверху пергамент для выпечки, оставив небольшую складку, чтобы бумага не натягивалась, а закрепите бечевкой. Затем наполните противень кипящей водой примерно наполовину. Аккуратно опустите миску в воду и поставьте противень в духовку, разогретый до 180 градусов на полтора-два часа. Поставьте любимые фильмы и отдыхайте. Когда пудинг будет готов, дайте ему немного остыть. У нас есть масса времени, чтобы приготовить единственно возможный аккомпанемент для такого десерта – крем, кастард. Отделите три желтка. Добавьте 4 столовых ложки мелкого сахара, 1 столовую ложку кукурузной муки и взбейте. До получения однородной светлой массы. Подогрейте 500 миллилитров молока, добавьте молоко к желткам. Делайте это медленно, чтобы желтки не сварились. А затем нагрейте смесь и, когда она загустеет, соус готов. Я предпочитаю сразу переливать кастард в креманку. Но если вы хотите предварительно остудить его, если вы принадлежите к тем странным людям, которые не любят корочку, которая появляется на креме, когда он остывает, накройте его пищевой пленкой. Но если вам не нравится корочка на заварном креме, с вами что-то не так? Давайте посмотрим на готовый ужин. На первый традиционный крем-суп из томатов. И нет к нему лучшего дополнения, чем горячий тост с маслом. На второе жареная телячья печень с гарниром из вяленого бекона, брюквы и капусты. На венец ужина это пудинг, приготовленный на пару, тушеные в тягучие патоки, бисквит с домашним заварным кремом кастард. Сегодня со мной ужинают специалисты по томатам Филипп и Джанет и основатели пудинг-клуба Джилл и Сэймон Кур. Надеюсь, я достаточно приготовил вам томатов. Мне кажется, я хорошо сделал это. В этом супе есть что-то ускользающее. Спасибо. Такая нежная. Самое главное, он довольно сытный. Некоторые готовые пудинги проглотились бы и не заметили. А ваш ешь и чувствуешь, что наедаешься? Я, конечно, всего лишь овощевед, но, по-моему, это идеальный пудинг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...